МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Значит, день будет по-летнему комфортный. Солнечно-сухая температура в пределах нормы начала августа. В октябре ясный погожий день плюс 29. В Уральске без осадков столбик термометров поднимется до 30 градусов. В отраве продолжается череда жарких дней 34 выше нуля. В октау день ознаменуется ярким солнцем и высокими показателями плюс 30. А вот на юг республики начнет прорываться холодный атмосферный фронт северо-запада. Столкновение холода и жары вызовет взрывной циклогенез, из-за чего в небе вырастут отдельные массивы грозовых облаков, проливающихся интенсивными ливнями, что немного собьет установившуюся здесь жару. Жители Казаларды будут рады кратковременному дождю. Воздух заметно посвежее до плюс 32. В Шумкенте переменная облачность. Вечером долгожданные осадки. Днем 36 выше нуля. Аналогичные метеоусловия и температура в Таразе. В Талтыкургане столбики термометров покажут плюс 33. Зной только набирает обороты. В связи с жарой медики призывают людей постоянно пить воду, пользоваться кондиционерами и стараться долго не находиться на улице. Не забывайте эти простые рекомендации. На Востоке государство инициатива в атмосфере будет принадлежать антициклональному куполу, который своими нисходящими потоками рассеет облачность и позволит воздуху лучше прогреться. В Усть-Каменогорске в тучах появятся просветы. Наконец-то выгинет солнце, дневной максимум 29 выше нуля. В Семии наблюдается повышение температуры до 30 градусной отметки. В Павлодаре день без осадков плюс 32. В большинстве районов центральных областей сохранится повышенный фон атмосферного давления. День подарит жителям региона малооблачную погоду. Только по западу с приближением фронтальной системы небо нахмурится и загремят грозы. В Рассказгане осадки ожидаются интенсивными, продолжительными, сопровождаемыми порывистым ветром. Но температурный режим по-прежнему выше нормы плюс 32. В Караганде идентичные высокие значения, однако метеообстановка гораздо спокойнее. В четверг здесь дождей не ожидается, небо ясное, солнечная активность умеренная. В Алматы синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Ночью столбики термометров покажут плюс 25. Днем температура поднимется до 34. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Астане август не сбавляет летних темпов. Ночью плюс 19, днем жаркие 35 выше нуля. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Геомагнитное поле неустойчивое. А вот устойчивое мнение, что радуга имеет форму дуги, на самом деле неверно. Потому что выглядит она как окружность. Да-да, именно так. Просто быть кольцом ей мешает земной ландшафт, который скрывает от нас нижнюю часть радуги. Для того, чтобы увидеть круглую радугу, необходимо иметь освещенные капли воды ниже себя. Например, наблюдать ее с борта самолета, глядя на дождь сверху. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды! Редактор субтитров А.Семкин